Юлия Андреева, Ксения Туркова, Русский без нагрузки Предисловие Русский язык — это скучно и бессмысленно. С таким отношением я столкнулась, когда три года назад мы начали обучать взрослых. Неудивительно, что красная ручка и диктант — это всё, что большая часть из нас помнит ещё со школьных времён. А вместе с тем мы пишем и пишем. По работе, по делу, без дела. И качество речи уже давно стало пропуском в мир необходимых требований. Всё чаще вопросы решаются написанным, а не произнесённым словом. Общение превращается в текст, а он требует гигиены. Аудиокнига намеренно задумана как инструмент, не для школы, для жизни. Работа с бизнесом помогает понимать слабые места и предлагать современные решения. Мы подобрали типичные ошибки в речи взрослых — письменной и устной. Объяснили их простым языком и упаковали в понятную форму. Книгу помогли создать талантливые девушки. Ксения Туркова, кандидат филологических наук, придумала рифмы и объяснила правила. Чтобы вас правильно поняли, следите за чистотой речи и помните, ошибки влияют на доверие. Приятного русского! Юлия Андреева Орфография Ошибка в словах «вообще» и «в общем» может стать для вас роковой. Именно по ним часто делают вывод о грамотности человека. Написание «вообщем» вместо «в общем» и «вообще» давно входит в расстрельный грамматический список, который составили пользователи интернета. Высмеивают это, если помните, и герои фильма «О чем еще говорят мужчины». Один из них рассказывает, как познакомился с девушкой, а потом обнаружил, что в СМС она пишет «вообщем». Но о чем с ней можно разговаривать, задает он друзьям риторический вопрос. Как же это запомнить, чтобы никого не разочаровывать? Давайте попробуем. «Вообще» — это наречие, которое означает «в целом», «в основном», «как правило». А еще слово «вообще» может быть союзом с противительным значением, то есть выступать в роли союза «но». Все над ним смеялись, а он вообще-то прав. «Вообще» — две буквы «о», «о» — слитное написание. А теперь перейдем к «в общем». Это вводное слово означает, короче говоря, одним словом «в общем», «чувствуя я себя неважно». Кстати, не забудьте в этом случае выделить это выражение запятыми. Правда, бывают и случаи, когда запятые не нужны. Это происходит, когда «в общем» используется не как вводное слово, а как член предложения. Приведу пример. Дорогу я в общем помнила, но детали забыла. То есть помнила, но в общих чертах. Тут никаких знаков не требуется, это невводное слово. Так что постарайтесь запомнить. Если «как правило», то «вообще», а если «короче», то «в общем». Тут может помочь ассоциация. Короче, коротко, одна буква «о». Пишешь слитно «ни при чем», буду драться кирпичом. А кирпич ломается, слово разделяется. В этом словосочетании очень часто делают ошибки. Пишут и «ни при чем», и «не при чем», и «ни при чем». Неправильных вариантов много, а верный всего один. «Ни при чем». Все раздельно в три слова. А теперь давайте разберемся, почему. Дело в том, что сочетание «при чем» — это местоимение. «Чем» — предложный падеж от местоимения «что» с предлогом «при». Местоимение можно убрать из этой конструкции и заменить каким-нибудь другим, например, местоимением «том». «При том». Это возможность замены, верный признак того, что сочетание пишется раздельно. «При чем здесь я?» Да ни при чем, да при том. Следующий вопрос, который может возникнуть. Почему приставка «при», а не «пре»? Тут все просто. Приставка «пре» бывает, а вот предлога «пре» не бывает. До этого мы уже выяснили, что перед нами местоимение с предлогом, так что тут альтернативы нет. Остается разобраться с первой частью «ни». Почему это именно «ни» и почему она пишется не слитно, а раздельно? Слитное написание «ни при чем» тут невозможно. Вы уже знаете, что «при» — это предлог, а присоединить что-либо к предлогу не получится. Нет ведь, например, такого предлога, как «ни при». И, наконец, «не» или «ни». Обычно частица «не» в подобных сочетаниях пишется под ударением «не о ком», «не о чем» беспокоиться, «не к чему придраться», «не у кого спросить» и так далее. В безударной позиции чаще всего пишется именно «ни». Итак, единственный правильный вариант «ни при чем». Но если вы хотите заменить его сочетанием «не при делах», учтите, что «ни» должна превратиться в «не». Я тут «ни при чем», «не при делах». Правда, тут стоит напомнить, что в русском языке есть еще и присоединительные союзы «причем» и «притом». Они как раз пишутся слитно. Это уже не местоимение с предлогом. Когда кто-то говорит грамотно, я радуюсь, причем бурно. Он пишет неразборчиво, притом с ошибками. Постарайтесь сразу определить, что перед вами. Предлог с местоимением, которое можно заменить, или союз, который никак нельзя поделить на части. Это и будет главной подсказкой. Скажем вам, без всяких тайн, слитно пишется онлайн. Довольно часто это слово, которое не так давно пришло к нам из английского, пишут через дефис – он, дефис, лайн. Почему его хочется разделить на две части? Понять можно, ведь изначально это были два слова – он, лайн, на линии. И дефис ставят те, кому хочется одновременно и обозначить, сохранить это разделение и как-то соединить две части в одну. На самом деле надо быть смелее и соединять эти части без всякого дефиса – онлайн. Это слово пишется кириллицей и уже давно вошло в словари русского языка. Есть оно и в русском орфографическом словаре RAN, который вышел в 2012 году под редакцией Лопатина. Там же можно найти и образованное от онлайн прилагательное – онлайновый. Онлайн – это неизменяемое, заимствованное, существительное. Оно пишется слитно. Но если это часть сложного слова, то тогда дефис нужен – онлайн, дефис, конференция, онлайн, дефис, коммуникация, онлайн-служба, онлайн-страница, онлайн-опрос и так далее. Интересно, что встречаются даже конструкции с тремя дефисами – онлайн-мастер-класс, онлайн-дефис-тревел, дефис-агентство, онлайн-бизнес-модель. Именно так рекомендуют писать эти сложные слова справочное бюро «грамоты.ру». Тут может возникнуть вопрос – что делать, если между частью «онлайн» и второй частью слова оказывается прилагательное? В этом случае все дефисы исчезают, и перед нами появляется, например, онлайн-торговый зал. Обратите внимание, что это слово – неизменяемое. Эта помета стоит в словаре не случайно. Она помогает нам понять, как лучше писать – быть в онлайне или быть онлайн. Более литературным и подходящим, например, для деловой переписки, считается второй вариант. Но и быть в онлайне тоже можно сказать. Правда, лучше использовать этот вариант только в разговорной речи. «Экспрессо» вместо «эспрессо» входит в число самых раздражающих ошибок. Есть даже шутка – если девушка заказывает латте, а ее парень – «экспрессо», у их детей кофе будет только среднего рода. Буква «к» здесь действительно лишняя. «Эспрессо» не имеет отношения к экспрессам. Да, сварить его можно быстро, но название этот напиток получил вовсе не благодаря скорости изготовления. Этот вид кофе назвали так из-за того, что он готовится под давлением. «Эспрессо» по-итальянски означает «выдавленный». Правда, «эспрессо» и «экспресс» все-таки связаны. Эти существительные, а также такие слова, как «экспрессивный», «депрессия», «пресса», «компресс» и другие, происходят от одного латинского корня со значением «давить». «Экспресс» значит «выдавливать», «выражать», то есть «делать явным». Интересно, что французы говорят именно «экспрессо», а вот в русском закрепился вариант «без Ка». Какого же рода слово «эспрессо»? Словари отмечают его как существительное из среднего и мужского рода, так что можно пить как горячий «эспрессо», так и горячее «эспрессо». Но мужской род все-таки предпочтителен. Кстати, если уж зашла речь о напитке под названием «латте», скажем несколько слов и о нем. Ударение в этом слове ставится на первый слог. Оно пришло к нам из итальянского, в котором произносится именно так «латте» и переводится как «молоко». Слово «латте» тоже есть в русских словарях, как и эспрессо. Это слово тоже отмечается там как существительное мужского и среднего рода. Не забудьте и о капучино. Во-первых, не удваивайте в названии этого напитка никакие согласные. Не надо писать «каппучино», «капуччино» или «каппуччино». Одна буква «п» и одна буква «ч». Этого достаточно. В итальянском действительно есть удвоенные согласные. Это многих избивает с толку. Однако в русском это слово закрепилось без удвоений. Так происходит довольно часто. А род снова можно выбирать – либо мужской, либо средний. Уже который век у нас такой разлад? Приемник – человек. Приемник – аппарат. Наверняка в журналистских текстах вы хоть раз читали. Приемником тренера стал. Тот, кто обычно не путает эти слова, поначалу даже не может ничего понять. Каким приемником? Что-то будут транслировать по радио. Но оказывается, что это не приемник, а преемник. Есть правило. Приставка «пре» пишется, когда ее можно заменить приставкой «пере», а не сходно по значению. Преградить – перегородить. Прервать – перервать – перебить. Приступить – переступить. Со словом «преемник» та же история. Это тот, кто перенимает что-либо, перехватывает инициативу, а ему, в свою очередь, передают что-то, например, власть. А с приемником совсем другая история. Он принимает сигнал. Приставка «при» обычно говорит нам о том, что речь идет о некоем приближении. Приемник как раз и занимается тем, что, во-первых, принимает сигналы, во-вторых, делает их ближе к нам. Приемник – устройство. Приемник – человек. С приставками «при» и «при» вообще обычно много путаницы. Путают, например, прилагательные «приходящий» и «приходящий». Приходящим может быть поезд. Он приходит, приближается. А приходящим может быть что-то временное. То, что проходит, переходит в другое состояние. Тут срабатывает принцип схожести с приставкой «пере». Еще одна пара – «притворить» и «претворить». «Притворить» можно дверь или калитку, то есть прикрыть их. Приставка «при» часто пишется там, где подразумевается какое-то неполное действие. «Садитесь», «присаживайтесь», «открыть», «приоткрыть». А вот «притворить» – это значит воплотить в жизнь, то есть перетворить, превратить, дать возможность перейти в другое состояние. От одной буквы тут может зависеть смысл целого высказывания. «Притворить» мечту – это просто ее закрыть и не воплотить. А лучше, конечно, чтобы мечты сбывались. Соблюдайте правила приличия. Пишите с буквой «е» в отличие. Сочетание «в отличие» – это предлог. Да-да, не существительное отличие с предлогом «в», а просто предлог. Это категория так называемых отыменных предлогов, то есть образованных от имен, имени существительного, например. Такие предлоги, как правило, оканчиваются на «е». Он ответит вам «в течение часа» – равно за час. В отсутствии «е» адвокатов заседание суда закрыли – равно без адвокатов. Вследствие сетевой атаки наш сайт временно недоступен – равно из-за сетевой атаки. Все дело в том, что именная часть – течение, заключение, отличие – стоит тут в винительном падеже. Вижу «что» – течение, а не в предложенном «о чем» – о течении. Итак, запомните, все эти отыменные предлоги пишутся с буквой «е» на конце, но их нужно отличать от свободных сочетаний предлога и существительного. Например, в течении «в чем» – реки, то и дело попадался мусор. В следствии «в чем» – по этому делу были допущены ошибки. Все дело в отличие «в чем» – старых цен от новых.